здравствуйте дорогие друзья подписчики и конечно случайные зрители в этом видео мы поговорим о корме от компании тетра для восточно-африканских малавийских цихлит на сегодняшний день малавийские цихлиты стали очень популярными рыбками в наших аквариумах но далеко не все особенно любители аквариумных рыб знают что они едят в живой природе и какой из сухих промышленных кормов им наиболее подходит есть страшное слово мбуна что буквально означает живущий в камнях именно в скалистой местности озера малавий эти рыбки едят и оберегают свою территорию так сказать свой огород водорослей которыми обрастают камни конечно помимо водорослей они питаются и различными микроорганизмами но микроорганизмы не являются их основной пищей соответственно и пищеварительная система этих рыб приспособлена к перевариванию именно водорослей и ни в коем случае не к фаршу из теплокровных животных хотя зачастую им так и норовят добрые хозяева дать миска или корма для всех видов рыб северно-производств как и твое дать миска или корма для всех видов рыбки северно-производств Сразу скажу, что я не рекламирую корм от компании Тетра, а лишь показываю один из вариантов корма на основе водорослей, которыми пользуюсь сейчас сам. В принципе, как всегда. В корме Тетра Малави Флейк содержится 40% смеси водорослей. Он состоит на 20% из спирулины, на 17% нори и 3% хлореллы. Помимо самих водорослей присутствует клетчатка, ингредиенты животного происхождения, растения, витамины и, конечно же, минералы. Как заявляет сама компания Тетра, этот корм прошел длительные и широкомасштабные тесты по кормлению цихлид. И только после тестов компания гарантирует, что этот корм снабжает рыб всеми необходимыми питательными веществами, важными для здоровья, прекрасной окраски и жизненной силы. Продолжение следует... Продолжение следует... Добавлю, что данный корм едят все рыбки хорошо. Конечно, это не совсем правильный подход, но в качестве разнообразия рациона эти хлопья использовать можно. И не только для маловийских цихлид. В общем, вы сейчас все это увидите сами на своем экране. Ну и напоследок стоит сказать о том, в каких объемах в банках я встречал этот корм в магазинах. Объем 100 мл, 250 мл и 1 литр. Ну, по крайней мере, то, что видел я. Возможно, есть и больше. Помимо хлопьев, существует и гранулированный вариант. Но о нем мы поговорим в других видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале Пар. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok